Приветствую, друзья! 46-м президентом США стал Джо Байден. Сейчас уже очевидно, что он получает достаточное, даже с запасом, количество голосов выборщиков. Вообще, система с выборщиками часто подвергается критике. Как вы знаете, если в каком-нибудь штате кандидат в президенты получает большинство хотя бы в один голос, то все голоса выборщиков от этого штата уходят ему. Ну, есть два исключения, но в основном это так. Такая система несколько раз приводила к ситуации, когда президентом становился кандидат, набравший меньшее абсолютное количество голосов. Но эта система имеет важную причину. США – федеративное государство. И название страны на самом деле переводится как «объединенные государства Америки». Система же выборщиков означает, что каждое союзное государство по сути выбирает своего президента. А уже потом штаты вместе выбирают президента всей объединенной страны. Система сложная. Но будучи сторонником реального федерализма, я вижу ее правильной. Каждый штат имеет значение. И большой, и маленький. Большинство не унижает меньшинство, а все со всеми ищут компромисс. Итак, результат выборов уже очевиден. Но бывший теперь уже президент Трамп не может смириться с поражением. Впрочем, даже такой внесистемный персонаж, как Трамп, пока, по крайней мере, действует в рамках правил. Он требует пересчета голосов в некоторых штатах. Подает иски в суды. Ну, и, конечно, пишет свои знаменитые твиты. Кстати, с твитами Трампа связана очень важная история. Администрация Твиттера приняла решение блокировать или ограничивать доступ аудитории к некоторым твитам Трампа. А под другими твитами появляются комментарии службы поддержки Твиттера. В этих комментариях служба поддержки опровергает содержание твитов Трампа. На самом деле, это очень интересное и имеющее большое значение на будущее коллизия. В своих твитах Трамп не призывал к насилию или к нарушению закона. Врал ли он там? Вполне может быть. Он мог врать. Он мог ошибаться. Он мог просто излагать свою точку зрения. Конечно, Твиттер, как, по сути, издатель медиа нового типа, имеет право изложить свою точку зрения и тем самым оградить потребителя от ошибки. Но можно ли на основании этого ограничивать доступ к высказываниям публичного политика? Не уверен. Да, Твиттер – частная компания. Наверняка где-то в недрах пользовательского соглашения есть пункт, что Твиттер может ограничивать выдачу публикаций, если и дальше идет длинный, практически бесконечный список условий. Но по факту, социальные сети стали издателями новых медиа. Это уже не просто бизнес. Это сфера публичного интереса. И если социальная сеть решает, что президент страны может сказать что-то гражданам, а что-то не может, то такая сеть вводит ограничения на доступ к информации. Если сеть контролирует существенную часть рынка, то и ограничения становятся существенными. Допустимо ли это? Думаю, нет. И тут дело не в Трампе. Я легко могу представить и разделить негативные чувства к этому политику. Но, во-первых, даже неприятный кому-то публичный политик имеет право быть услышанным. Тем более, если за него проголосовало 70 миллионов человек. Во-вторых, это просто не самый лучший прецедент. Сегодня близкий вам по взглядам неизвестный модератор Твиттера ограничивает доступ к твитам Трампа. А завтра у вас взгляды с модератором разойдутся и блокировать будут уже вашего представителя. К сожалению, любые ограничения очень быстро становятся прецедентами и тиражируются так, как их авторы и не предполагали. Особенно в странах, скажем, с менее развитой демократической традицией. Президентские выборы раскололи Америку. Наверное, были в истории страны выборы не менее интересные. Но вот вспомнить такие же ожесточенные тяжело. Причиной этого во многом стала политическая модель, используемая Трампом. Он продемонстрировал, что даже в такой демократической стране, как Америка, популист без тормозов может попытаться игнорировать интересы меньшинств. Меньшинств, которые так или иначе вместе составляют, как оказалось, больше половины населения страны. Но даже не это важно. Современное общество базируется на компромиссах. Ничьи интересы не должны быть проигнорированы. Или выигрывают все, или все переходят жить на минное поле, где рано или поздно рванет. Четыре года Трамп апеллировал к не самым лучшим человеческим инстинктам. Предлагал простые и неправильные решения сложных вопросов. Отвергал экспертизу и профессионализм. Более того, я уверен, что если бы не эпидемия коронавируса, Трамп был бы избран на второй срок. Да, Трамп игнорировал интересы практически половины населения страны. Да, он исповдал и, может быть, не желая того, вел американское общество к внутреннему конфликту. Да, Байден прав, когда в первой же своей речи говорит, что объединяющая нацию должно быть важнее различий. Но и это тоже важно. Экономика страны при Трампе росла достаточно хорошими темпами. Давая людям заработок и занятость. Можно спорить, его ли это заслуга или просто хватило ума не разваливать работающий механизм. Но факт остается фактом. Америка при Трампе богатела. И теперь один из главных вопросов к новому президенту США Байдену – это экономика. Мол, каким бы Трамп не был плохим, он поощрял деловую активность. А теперь, говорят его сторонники, придет левак Байден и затащит Америку в социализм с высокими налогами и государственным распределением. И Байден, вроде бы как, подтверждает эти опасения, говоря о грядущем повышении налогов, расширении государственной поддержки в части медицинского страхования. Так ли это страшно? И грозит ли Америке социализм? На самом деле, очень интересный вопрос. А главный вопрос, имеющий прямое отношение к нашей стране. США и Россия в чем-то похожи. Да, знаю, звучит смешно. Особенно, если вспомнить, что в Америке только что вынесли президента после первого срока. У нас один и тот же человек собирается быть президентом 36 лет подряд. Но, как ни странно, мы похожи на Америку по ряду социальных параметров. Пусть и с другими абсолютными цифрами. Высокое имущественное неравенство. Низкие социальные гарантии. Можно много заработать, но если не повезло, то на государственную поддержку особо рассчитывать не приходится. С одной стороны, это как бы неплохо. Высокая мотивация, чтобы работать, создавать и зарабатывать. Это достаточно честно. Сумел заработать, получи. Не сумел, сам виноват. Вот такое вот экономическое либертарианство. В российском случае с поправкой на коррупцию и отсутствие институтов, конечно. Эта система неплохо работает для молодых и энергичных. Для предприимчивых и образованных. Для тех, кому повезло иметь востребованную специальность. Но вот хороша ли эта ситуация для общества в целом? В богатстве, особенно если богатство получено собственным трудом, нет ничего плохого. Но если значительная часть общества не считает такое положение вещей справедливым, то ничем хорошим это не кончится. За последние годы и в Америке, и особенно в России, среднедушевой доход, если и рост, то незначительно. В пределах инфляции, так сказать. Но при этом доход верхних 10% увеличился очень сильно. А значит, низшие по уровню дохода слои, даже средний класс, сильно просели по деньгам. Да, конечно, можно упрекнуть людей в отсутствие инициативы, в нежелании брать свою судьбу в свои руки. Но чаще всего это не вина, а беда людей. Не всем повезло родиться предприимчивыми и хваткими. Не всем повезло родиться в том месте, где эти навыки можно применить. А что делать тем людям, кто в изменяющемся мире обнаружил, что обладает специальностью, на которую больше нет спроса. А переучиваться он уже не может, потому что поздно, или нет возможности, потому что нет денег. Таких людей очень много. А главное, вне зависимости от причин социально-экономического расслоения, если люди не считают такое положение справедливым, то и мира в обществе не будет. К этому еще можно добавить, что бедность имеет способность к воспроизводству. И родившиеся в бедной семье дети, если общество об этих детях специально не заботится, имеют гораздо меньше шансов преуспеть, чем дети богатых родителей. Просто потому, что их не учат быть успешными, они не получают доступ к образованию, у них гораздо хуже социальное окружение. Вот мы и получаем современные гетто, городские кварталы, где бедность и преступность самовоспроизводятся, и которые периодически заявляют о своем нежелании мириться с существующим порядком вещей. Бедность – это та проблема, с которой ответственные политики должны бороться не только из гуманитарных, но и из весьма прагматических соображений. Бедность подтачивает государство, делает его нестабильным. Поэтому можно обвинять Байдена в социалистическом уклоне, но он сейчас пытается сделать то, что вынужден был бы делать любой ответственный политик на его месте. Он собирает нацию воедино. Как я уже сказал, в одном из первых своих выступлений он заявил, что собирается быть президентом всех американцев, и тех, кто голосовал за него, и тех, кто голосовал за Трампа. Будем надеяться, что у него это получится. Что он как-то сумеет справиться с растущей бедностью, не убив налогами предпринимательскую инициативу, и не создав классы, которые поколениями будут жить на пособие, не желая отказываться от госпомощи. Будем надеяться, что у него получится объединить страну и создать баланс интересов различных меньшинств, а не навязывать волю какой-то одной группы. Президентство Байдена будет интересным для нас опытом. Прежде всего, с точки зрения того, что перед Россией стоят те же задачи и те же вызовы. А проблемы образования, здравоохранения, способности государства создать благоприятные условия для малого и среднего бизнеса у нас гораздо острее, чем в Америке. Только в отличие от Америки у нас нет даже партии, которая бы эти проблемы ставила и хотела бы решить. Можно называть Байдена леваком и социалистом, хотя это, конечно, не совсем так. Но у нас-то настоящих социалистов нет вообще. Нет партии, которая бы смело требовала от власти снижение социального неравенства. Но вот кто сейчас с трибуны Государственной Думы и на улицах городов говорит о том, что люди в провинции не могут попасть в больницу, не могут сделать КТ, что помощи недостаточно, что она не всегда доходит, что врачам и медсестрам не компенсируют их труд, и поэтому их не хватает. Где коммунисты? То, что Путин построил правое корпоративное государство, говорят уже многие, что эта идеология режима называется фашизмом, говорить побаиваются, но это факт. То где те, кто жестко выступает на стране обездоленно? Где реальные профсоюзы, защищающие интересы работников, скурылись? Слились? Мне многие пеняют, что я с моей биографией крупного предпринимателя не должен быть левым. Не должен. В нормальной системе координат. Но корпоративное государство настолько плюет на интересы людей, что любой ответственный политик, любой общественный деятель неизбежно становится левым. Левый фланг российской политики сейчас просто пуст. А запрос есть. И значит, кто-то должен появиться. И опыт президентства Байдена может быть неплохим примером и для изучения, и для использования. Всего хорошего. Счастливо вам.